Мы с вами находимся в красивейшем регионе федеральных земель Баден-Вюртемберга и Баварии – Альгой. Здесь рукой подать до Альп, недалеко граница с Австрией. Природа такая, что кажется сама она производит молочко, сливочное масло и горный сыр. На таких ландшафтах все это получается самое вкусное. Продукцию отсюда любят во всей Германии. Также Альгой – это колыбель зеленого и горного туризма. И для отдыха, а в нашем случае для начала поездки в Мюнхен, столицу Баварии – это идеальное место. Наша семья с двумя детьми ночевала здесь в отельчике в традиционном баварском стиле. Надеемся, вам тоже придутся по душе все детали интерьера, создающие неповторимую атмосферу. От себя добавим, что люди здесь очень приятны, а воздух невозможно надышаться. Так что рекомендуем. Это всем известное традиционное баварское платье Дирндель. Пояс у меня справа повязан неспроста. Таким образом его повязывают женщины, которые замужем, как я, или просто не хотят ни с кем знакомиться. Если пояс будет повязан слева, это значит, что девушка готова с кем-то познакомиться. Если по центру, она просто еще не определилась со своей позицией. Если пояс будет завязан сзади, это значит, что женщина-вдова. Это немецкие белые сосиски или мюнхенские колбаски. Это брецель и пиво. Все эти яства должны быть свежеиспеченными в случае брецеля и приготовленными в случае колбасок. И наряду с другими блюдами подаваться к традиционному баварскому завтраку. Это были самые часто встречающиеся стереотипы о жизни мюнхенцев. И коренные жители очень часто в комментариях критикуют такие видео, где клише выдаются за реальную современную жизнь горожан. Понятно, что обитатели этого современного центра баварской культуры не ходят каждый день в национальных костюмах и не завтракают пивом, закусывая его вайсвост мюнхенскими колбасками. Но критикам хочу тоже сказать, что понимаете, как получается. Любой блогер, он, во-первых, конечно же, не претендует на истину в первой инстанции. И я в том числе. Это я высказываю только свое мнение. А во-вторых, конечно же, больше всего я знаю о своем, например, родном городе Одессе. Или о Фрайбурге, в котором я уже давно живу. И, конечно, смешно спорить с тем, что местные обитатели, жители, коренные, они о своем городе знают намного больше. Так что сегодня видео Мюнхен глазами Одесситки. Сказочное сердце столицы Баварии – это Мариенпляц и здание двух ратуш, старой и новой. Сегодня мы попытаемся не упустить момент и полюбоваться историческими и культурными красотами города. И в то же время проникнуться духом современного уклада жителей. И найти местечко и тему для разговора для каждого, кто нас смотрит. Старая ратуша – это здание в восточной части площади. Оно само по себе сказочное и красивое. Но окончательно погрузиться в атмосферу детства можно, войдя внутрь и попав в гости писателю и режиссеру Ивану Штайгеру. Сегодня нам это не удалось сделать из-за карантина. А так, посетив Мюнхен, конечно, мы вам советуем этот музей для детишек. Новая ратуша – это здание в северной части Мариенпляц. Оно предназначено для работы городских властей – обербургомистра, городского совета и городского управления. Казалось бы, что здесь сказочного? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратить внимание в 12 или 17.00 летом на часы, которые красуются на башне новой ратуши. И вы увидите небольшое 15-минутное представление в исполнении механических фигурок, живущих внутри. И что интересно, артисты этого театра на площади величиной в человеческий рост. В далеком 1857 году это здание спроектировал ведущий архитектор Фридрих Буркляйн. Но название оно получило не от архитектора, а от великого короля Баварии Максимилиана II. Эта красота изначально задумывалась для того, чтобы в своих стенах принимать одаренных студентов и стипендиатов. А в трудные времена, когда здание во время Второй мировой войны было разрушено и денег на восстановление не было, выходом стал переезд сюда государственного парламента и сената. Но это только для счастливых обитателей пансионата. Туристам вход сюда воспрещен. Эти стены помнят традиции, одна из которых сохранилась до сих пор. У каждого студента есть именная салфетка с вышитыми инициалами для каждого персонально. Если бы я вдруг попала сюда, у меня была бы подобная вот такой. Интересно, что только в 1980 году эта обитель интеллекта открыла двери и для девушек тоже. Но сейчас прекрасный пол составляет уже добрую половину стипендиатов. А мы с вами плавно переместились на крышу технического университета. Это не туристическое место, а уголочек города, известный только здешним студентам. А в такие тайные закоулки всегда приятно заглядывать наряду с посещением пусть шикарных, культурных, исторических, но избитых посетителями достопримечательностей. Возвращаясь к разговору о фонде Макса II, нужно отметить, что попадают под его опеку очень редкие, даже из очень одаренных абитуриентов. Счастливчики! Например, в Баварии ежегодно около 400 претендентов показывают шикарный результат в учебе и высший балл – единицу. Но только для 6, может быть, 8 человек фонд становится домом на время учебы в университете. Быть в Мюнхене и не попасть в один из крупнейших городских парков в мире мы себе просто не позволили. Английский сад по площади превосходит знаменитый Центральный парк в Нью-Йорке и Гайден парк в Лондоне. Атмосфера здесь царит волшебная. Это иллюстрация того, что немцы умеют отдыхать. А вот то, что парк был спроектирован в английском стиле, откуда и получил свое название, который полностью противоречит своей естественностью помпезному и симметричному французскому. Говорит о том, что немцы со времен создания парка и до сих пор сохранили в себе тягу ко всему натуральному. Это можно сказать и о еде, и об одежде, и обо всем, что связано с современной жизнью. Германия славится неимоверным количеством магазинов, предлагающих биопродукцию, ресторанов, в которых есть меню, составленные из товаров, которые поставляются туда непосредственно фермерами. Также в Германии есть много рыночков, таких маленьких, которые работают по субботам, в воскресенье-то здесь все закрыто, поэтому они редко, но предлагают тоже все очень свежее и местное. А также там можно попробовать разные вкусняшки, сделанные хозяюшками дома. В современной жизни сложно представить, что Азам Кирхи в свое время была задумана как церковь покаяния для молодежи. А немцы и сегодня остаются достаточно религиозной нацией. И хотя с португальцами, например, им не тягаться, конечно, к первому причастию всех детей восьмилетнего возраста из католических семей готовят прямо в школе. И этот обряд проходит очень торжественно. Азам Кирхи названа по фамилии братьев Азам, которые в 1733 году возвели эту красоту изначально как частную собственность. Но позже, под влиянием мнения местных жителей и даже протестов населения, братья открыли публичный доступ. Здесь нужно добавить, что общественное мнение в Германии и по сей день играет огромную роль. Мы, приехав сюда, были удивлены такому положению дел, поскольку не избалованы тем, что народ что-то решает. Например, у нас в Ункирхе, это маленький поселочек недалеко от Фрайбурга, сейчас местный бассейн находится под угрозой закрытия из-за недостатка финансирования. Так вот, все так устроено, что каждый, кто там живет, получил ссылку на приложение, где он может оставить свою подпись под петицией, под прошением о том, чтобы жителям оставили возможность принимать водные процедуры практически не отходя от дома. А особенно там заботятся о детях. Дети в Германии учатся плавать прямо на уроках физкультуры, начиная с начальной школы. Это здесь государственная программа. Есть в Мюнхене, как и в каждом приличном европейском городе, местечки, где любой искушенный аллеями для шоппинга в Милане или Париже тоже найдет что-то интересное для себя. Карловы ворота – это своеобразный портал в мир популярных брендов. Добро пожаловать на Кауфинго-штрассе. Это бездонное царство шоппинга, где есть все для того, чтобы желающие расстались даже с неприлично большими суммами. Эта улица ведет от исторического центра к вокзалу. И хотя в определенном месте она меняет свое название, суть дела остается прежней. Рай с каким-то бесконечным количеством магазинов, которые сосчитать никто не берется. Ворота впервые упоминаются в 1302 году. Они были возведены в процессе строительства второй городской стены. Модниками-модницам, которые неудержимы в своем желании пополнить гардероб новинками и, следовательно, опустошить свои не менее модные кошельки, прямая дорога сюда. На ужин мы забрели в этот ресторанчик, где можно попробовать все вкусненькое, что не имеет, к сожалению, никакого отношения к ЗОЖ и ПП. Хотя есть меню для вегетарианцев, например. Но зато, отведав блюда, которые здесь подаются, вы будто посидите с местными жителями за одним столом. Так сложилось, что у нас очень много друзей и партнеров в разных странах мира. И меня всегда удивляло, что итальянцы называют немцев картофельниками, а немцы итальянцев макаронниками. Но если второе все-таки находит подтверждение в современной жизни, итальянцы реально непоколебимы в своей любви к огромному спектру макарошек, то средний немец, например, в 2010 году съел за год в 4,5 раза меньше картошки, чем такой же средний немец, но в 1900 году. Так что ярлык, навешанный итальянцами, давно устарел. И немцы полюбили кухни абсолютно разных стран мира. В самых распространенных сетях супермаркетов очень часто бывают недели греческих, русских, итальянских или азиатских вкусняшек. Но и спорить с тем, что они по-прежнему любят картошку, мы тоже не станем. Смотрите, какие аппетитные блюда нам сегодня принесли. А вообще здесь в Мюнхене есть даже музей картофеля. Он единственный в своем роде в Европе, потому что он отражает в первую очередь не сельскохозяйственную роль овоща, а его культурную и художественную ценность. Сейчас очень сложно поверить, что предкам современных немцев этот овощ навязывали всеми правдами и неправдами. Например, король Пруссии Фридрик Великий извращался так, что выставлял охрану специально на весь урожай, чтобы создать ложное впечатление, что охранять что-то очень ценное. А в это время люди просто принимали в штыки все, что было связано с картофелем. Потому что некоторые еще и отравились, потому что ели вместо плодов цветочки. Буду заканчивать свой рассказ о сказочном, но современном Мюнхене. Как вы увидели, здесь будет интересно каждому, кто предпочитает посетить только те места, которые ему по душе. И абсолютно всем, кто открыт просто впитывать все, что видит, слышит, чувствует в новом для себя городе. Я отношу себя ко второй категории. Всегда считаю, что первым делом нужно стараться понять все новое. Хотя бы потому, что не углубляясь в детали и воспринимая в штыки то, что на первый взгляд абсолютно не мое, я теряю шанс открыть в себе какие-то штучки из моей любимой категории. Тогда, условно, еще вчера я ненавидела люто, например, ледяную воду. А после разговора в самолете с случайной попутчицей вот уже 10 лет не представляю себе, как я раньше справлялась с головной болью, усталостью или простудой. И еще миллионом других проблем. Я не люблю менять в себе то, что легко меняется. А такие ситуации – это своеобразный способ перезагрузки. Но эти темы мы обсуждаем в другом разделе нашего канала «Very даже очень well». В разделе «About жизнь pro life», но без приписочки «Вы Германии». В комментариях пишите, пожалуйста, о чем было бы интересно поговорить лично вам. Сегодня нас принимал Мюнхен. Южный, но дождливый, большой, но уютный, старинный, но современный. Город, удобный для жизни и интересный для туристов, и не скучный даже для детей. Модерновый студенческий и, как и вся Германия, почитающий старожилов и просто жителей почтенного возраста. Там, где мы живем, например, нам каждую неделю приходит по почте местная газета, где всегда на почетном месте есть список дней рождений и юбилеев пожилых людей на последующую неделю. А делается это для того, чтобы каждый желающий мог поздравить своих сограждан. И люди это с удовольствием делают. Не бойтесь менять свою жизнь, даже если это требует переезда в другую страну. Не забывайте, что хорошо там, где мы есть, а не там, где нас нет. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте лайки нашим видео, а мы будем стараться всегда делать для вас что-то новое и интересное. Пока-пока!